На повестке дня 20 законопроектов разной направленности, начиная от административных нарушений, заканчивая помощью участникам спецоперации. Теперь при поступлении в наши региональные вузы им будут добавлять баллы. Наши ребята, участвующие в зоне специальной военной операции, на счастье категории детей-сирок, получают право на первостепенное получение мер социальной поддержки в части выделения жилищных, улучшения и выделения жилья в Алтайском крае. Также большинство депутатов поддержало идею президента страны о выделении земельных участков для отличившихся участников СВО. Своё владение можно будет получить до 20 соток для подсобного хозяйства и лесодоводства и до 15 соток для строительства дома. Этой возможностью смогут воспользоваться бойцы, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги в ходе СВО. В данном законопроекте мы прежде всего говорим о том, что это мера не льгота и не мера социальной поддержки. Я бы его рассматривал как мера благодарности. Одобрили помощь и предпринимателям. Депутаты дали зелёный свет изменениям в законе о нулевом НДС для начинающих бизнесменов. Льготы продлили до 2025 года. Изменили и условия попадания в программу, подняв предельный уровень дохода на четверть – до 20 миллионов. Также в перечень сфер для получения налоговых каникул вошли новые категории. Сейчас мы добавляем несколько видов деятельности. Это, например, производство летательных беспилотных аппаратов, их эксплуатация. Это, например, деятельность, связанная с обнаружением каких-то летательных целей, которые нужны, мы понимаем, для обеспечения бурной способности, безопасности. Вопрос о личной безопасности каждого также не прошёл мимо сессии. И обсуждение было бурным. Речь о законе о профилактике наркомании и токсикомании. Туда теперь добавили и алкоголизм. Появилось и второе новшество – частные вытрезвители. Несмотря на одобрение законопроекта большинством, вопросов и опасений осталось много. Уже предвижу, что подвоз людей в нетрезвом виде будет поставлен на поток. Брать будут всех без разбора. И тех, кто на ногах стоять не может, и тех, кто немного выпил в кафе у друзей или возвращался с праздничного корпоратива. Полторы тысячи рублей с человека за ночь – деньги немалые. Одним из самых главных результатов совместной работы депутатов стало внесение поправки в закон о предоставлении регионального материнского капитала. 59% жителей региона используют выделяемые 80 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. В связи с такой статистикой депутаты единогласно поддержали идею о расширении категорий для траты денег. И это можно будет использовать для подключения централизованных систем жилых помещений. Это теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, и также водоотметение. Причем независимо от даты рождения ребенка. Также КЗС направила предложение в Госдуму касательно использования федерального материнского капитала. Инициатива позволяет применять его средства сразу же без трехлетнего ожидания. И хотя поправку нельзя назвать новой, еще раз поддержать возможные изменения лишним не будет, считают алтайские депутаты. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.